Это видео посвящается всем тем, кто видит в числе Е нечто таинственное, нечто особенное, кто думает, что экспоненты это нечто загадочное, непостижимое и вообще какое-то магическое число, а также тем, кто думает, что Пи магическое число, но про Пи мы не будем в этом выпуске разговаривать, но если кому интересно, и про Пи потом расскажу. Так что начнём. Как вообще понять, что такое число Е? Давайте начнём сразу с того, что есть такая операция, называется дифференцирование или взятие производной, а именно, что если у нас есть какая-то функция, мы запишем f от x, то есть функция от одного аргумента, и мы берём производную от неё, то, допустим, существует такая функция, которая равна сама себе, если взять от неё производную. Мы не знаем, существует она или нет, но мы можем это выяснить, мы сейчас это и сделаем. А ещё напоминаю для тех, кто не знаком или не думал об этом, что такое производная. Есть у нас такое понятие, как приращение значения функции и приращение аргумента. Чтобы проще это понять, давайте нарисуем график плоскости yx. Это называется декартовая система координат, ну, по сути, это тупо плоскость, и на ней мы откладываем какую-то прямую одномерную линию. И давайте мы запишем, что у нас есть тут, допустим, 0, просто для удобства. Мы прибавили к нулю по x, по оси x, то есть отложили отрезочек, который больше нуля на очень-очень маленькое число, назовём его dx. И наша функция выросла на иногда не очень маленькое число, но тоже на какое-то число, назовём его dy. И насколько быстро растёт наша функция, мы можем понять, тупо поделив отрезок dy на отрезок dx. А какой смысл в этом? Это сколько отрезочков dx, они могут быть больше y, а могут быть меньше, я просто для наглядности рисую, что они меньше. Сколько помещается отрезочков dx, маленьких отрезочков, в самой функции? Ну и очевидно, что увидите. Если dx маленький, то их много помещается в самой функции, значит функция быстро растёт. Если dx большое, то этих dx не помещается в одной функции, значит функция медленно растёт. Это и есть производная. То есть реально, насколько быстро увеличивается, уменьшается или остаётся такой же вообще функция любая. Так что вот, мы разобрались с производной, теперь перейдём к числу e, загадочному числу. Я даже не буду писать, чему оно равно, вы прекрасно сами поймёте из этого видео. Но у нас есть, допустим, существует какая-то функция, производная от которой равна и самой. Давайте сперва просто прикинем интуитивно, что это значит. Это значит, что dy делить на dx равно dy. И что это такое? Это значит, что это такая... Ой, dy делить на dx равно y, конечно же, описался. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что это такая функция, что она меняется, вот как быстро зависит изменение её от её значения. Ну и, разумеется, это геометрическая прогрессия. То есть у нас есть 2, мы каждый раз умножаем на 2. То есть 2 на 2 будет 4, а 4 уже умножить на 2 будет 8, уже сильно растёт. А 8 умножить на 2 будет у нас 16 и так далее. Если мы будем откладывать это на числовой прямой, то есть это y. Это у нас какой-то множитель прогрессии, а это наши иксы, которые идут в следующую. То есть мы получаем y, и он выступает как x в следующей итерации нашей прогрессии. И поэтому мы видим, что это геометрическая прогрессия будет какая-то вот эта функция. Но мы не знаем ещё какая, но мы знаем, что мы задаём геометрические прогрессии, как a в степени x. А. А это какое-то число. Давайте же узнаем, какое это число a. Ну, в общем, вот. Начнём с того, что для удобства, просто для удобства, вы же не можете мне запретить этого сделать. Возьмём, что f от 0 равно a в степени 0. И мы знаем, какое число действительное не возьми в нулевую степень, всегда получится 1. a в нулевой степени всегда равно 1. Это важно. А ещё, сейчас мы даже обведём это, чтобы вы запомнили. Если вы будете сами пытаться заново для себя это доказывать, выводить, просто отталкивайтесь от этого. Больше вам ничего не нужно, кроме этого знания. Ну, ещё знать, что такое производная. Больше реально ничего не нужно. Ну, в общем, мы знаем, что, поскольку по нашему, по нашей предпосылке f'x равно f от x, мы сразу говорим, что производная в нуле тоже равна 1. А в нулевой равна 1. Почему это важно, сейчас увидите. Теперь мы записываем по-честному, что вообще у нас такое. dy на dx равно... Ну, мы и так напишем приблизительно равно просто какому-то маленькому изменению y, y делить на маленькое изменение x. А теперь уже точно равно. То есть, и возьмём, что мы начинаем пляшем от нуля и чуть-чуть меняем вот её. Пишем f, ну, то есть у нас a в степени x, то есть a в степени 0 плюс маленькое число dx минус a в степени 0. То есть это на сколько изменилось значение функции за промежуток аргумента dx. И мы делим это на вот это, на маленькое, то есть на изменение x. То есть x у нас вначале равен нулю, и потом он равен 0 плюс dx. То есть мы вычитаем из 0 плюс dx 0, ну, очевидно, что упростим всё. Я вас ничем не обманываю, то есть вы сами можете всё это вывести. Тут никаких знаний не надо дополнительных. То есть a в степени dx минус 1, потому что a в нулевой это 1 делить на dx. Отлично. То есть это у нас наша производная. То есть это равно строго dy по dx. Мы не перешли к дифференциалам. Что такое дифференциал? Это, по сути, предел, когда вот это маленькое приращение стремится к бесконечности. Но мы не будем сейчас об этом. Мы можем и без дифференциалов разобраться, нафиг они нам нужны. Итак, в общем, у нас получилось такое выражение. Ну, давайте, поскольку это тупо алгебра, мы домножаем на dx, чтобы избавиться от дроби. Получилось a в степени dx минус 1 равно dy. Отлично. Что это такое вообще? А, ничего это не такое. Я, короче, сделал бесполезную вещь. Давайте мы не будем домножать на dx. Давайте ещё раз это запишем для наглядности. Ну, а что это примерно такое dy по dx? То есть, а вот тут уже примерно, смотрите, мы помним, что это равно производной, и мы тут в нуле имеем дело, поэтому мы пишем. А, поскольку f от нуля, то есть, f от нуля равно a в степени, напомню вам, a в степени 0, то это единица. Пишем, единица примерно равна, потому что это в дифференциалах она равна строго. А тут она равна примерно, но чем мы меньше делаем это dx, тем, очевидно, точнее становится и ближе приближается ответ к единице. Так что и пишем, а в степени dx, какое-то маленькое число, минус 1 делить на какое-то маленькое число. Отлично. Давайте для удобства просто, чтобы не таскать за собой этот dx, назовём его каким-то маленьким, каким-то буквой epsilon. Эпсилон назовём просто, чтобы удобнее было. Это греческая буква, от неё произошла буква е, кстати. Вот это е и epsilon, это сходные буквы, но это не имеет никакого смысла. Забудьте. 1 приблизительно равно a в степени epsilon минус 1 делить на dx, на epsilon, на epsilon, да. Ну, вот теперь домножаем на epsilon. Epsilon приблизительно равно a в степени epsilon минус 1. Ага, a в степени epsilon минус 1. Интересно, но это ещё не всё. Давайте мы подумаем. У нас есть a в степени какое-то очень маленькое число. А маленькое число это значит, что это epsilon намного меньше единицы. И всего немножко... Ой, я не то написал. Намного меньше единицы и всего немножко больше нуля. Это значит, что это epsilon у нас какая-то маленькая-маленькая дробь. Поэтому мы можем смело написать epsilon равно приблизительно корень какой-то степени, а вот какое-то большое число минус 1. То есть это n, это epsilon, оно равно 1 делить на n. n это какое-то огромное число, бесконечно большое. То есть мы можем... мы не будем устремлять его к бесконечности, потому что ответ тогда станет точным. Мы потом это сделаем. Но это просто какое-то огромное число n. Ну и теперь мы представим epsilon для удобства тоже, как 1 делить на n приблизительно равно корень n-ой степени из a минус 1. Что нам теперь осталось? Теперь нам осталось... Давайте... Ладно, я не буду стирать, мы вот здесь уже заканчиваем. Нам осталось... Давайте просто возведем обе части в степень n. Но перед этим... Поскольку мы помним, что мы хотим найти число a... Не стоит забывать, что мы хотели сделать. Найти число a мы перенесем единицу. То есть прибавим единицу к обоим частям и получим, что... Я пишу a слева, но, блин, неважно, где это писать. Корень n-ой степени из a равно... Равно нам... что оно равно? 1 делить на n плюс 1. Ну и теперь мы возводим в степень n, потому что мы можем обе части возвести в степень n, равенство не изменится. a равно 1 делить на n плюс 1 в степени n, где n – это гигантское число. Такие степени люди не могут считать, поэтому нам понадобится калькулятор. Но, короче, сразу вам скажу, что вместо a смело пишем e, и пишем равно, и пишем предел. При n, стремящемся к бесконечности, пишем 1 делить на n плюс 1 в степени n. Все, это число e. Никакой магии нет, мы его только что вывели вообще без всяких знаний. Давайте подставим, чтобы вы мне поверили. Давайте 1 делить на 1000. Возьмите свои калькуляторы, посчитайте. Плюс 1 и возвести это в степень 1000. Сейчас. Я тоже надо взять калькулятор, я ведь не сверхчеловек. 1 делить на 1000 – это будет 1 тысячная, плюс 1. 1 и 1 тысячная возвести в степень 1000. Что интересно, если мы возведем 1 в степень 1000, нам ничего не дает. Но если мы возведем маленькое число, вот 1 плюс маленькое число в степень 1000, мы получим число e. Вот и все. Никакой магии. Получается примерно, разумеется, это не число e, примерно 2.7.1, 2.7.1, 6, 9, 3, 2, 2, 3, 5, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 3, 8, 3, 0, 8, 8, 1, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 7, 7, 1, 8, и так далее. Ей у меня уже в калькулятор не поместилось. До свидания.